МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда». Прежде чем объявлю тему сегодняшней программы, напомню такой афоризм. Все знают, как играть в футбол и управлять государством. В нашем случае городом. Франсуа Митеран, который провел 14 лет в кресле президента Франции, в свое время сказал очень жаль, что эти знатоки уже работают таксистами и парикмахерами. Нам, кишиневцам, остается только разводить руками. Потому состояние, в котором пребывает молдавская столица, похоже, что на протяжении практически последних 10 лет ей управляли те самые знатоки, таксисты и парикмахеры. И все потому, что за плечами сегодняшних и вчерашних уже городских функционеров нет настоящего опыта работы и искреннего желания сделать жизнь кишиневцев лучше. Пожалуй, самой активной частью муниципального совета столицы в деле приобретения опыта была и остается фракция партии социалистов. Накануне советники от этой фракции вернулись из российской столицы, где работали в составе мониторинговой миссии на выборах московского градоначальника. У нас в студии муниципальные советники Станислава Вартаняна и Никита Цуркан. Здравствуйте. Добрый вечер. Результаты голосования уже известны. Сергея Собянина уже можно поздравить. Он принимает поздравления. Большинство избирателей проголосовало за эту кандидатуру. На ваш взгляд, вопрос может покажется неожиданным, тем не менее, на ваш взгляд, это результат чего? Доверие горожан ему, оценка его деятельности или может быть результат успешных политических технологий? Вот, Никита, ваш взгляд. Я думаю, что если посмотреть на то, как Москва изменилась за 10 лет последние, ну там даже возьмем за последние 6 лет, то, ну то есть, эта разница видна очень, прям ощутимо. Если раньше каких-то, опять же, 10 лет назад в Москве на каждой станции метро были какие-то хаотичные застройки, как у нас, там, киоски, рекламные щиты, какие-то светящиеся непонятные объекты, куча непонятных пристроек, мансард и так далее, и это считалось нормальным. Сейчас ни на одной станции метро вы это не увидите. Появляются парки, огромное количество парков. Появляются специальные зоны для отдыха, для молодежи, для людей третьего возраста. Просто, ну, когда вы идете с работы, у вас есть возможность просто прогуляться, когда хорошая погода, и это тоже дорогого стоит. Когда вы идете по ровной дороге, когда вы идете по приятному парку, где засаженные деревья, они растут самостоятельно, просто как бы посадили, и они 30 лет самостоятельно там пробиваются к солнцу, за ними ухаживают, красивые газоны, где вы можете присесть и отдохнуть. Ну, то есть, значит, от того, что вы встречаете каждый день глазами, до того, сколько станций метро было построено за последние несколько лет. То есть, было построено еще одно кольцо вокруг Москвы, которое связало очень много станций между собой. Для этого теперь не надо переезжать в центр, ехать для того, чтобы попасть на другую сторону города. Ну, то есть, и еще строятся станции метро. Ну, то есть, происходит развитие инфраструктур, транспорт, абсолютно все. То есть, внедряются новые технологии, начинает уже осуществляться план по внедрению проекта «Умный город». То есть, очень много всего, и я думаю, что вот это все сыграло именно ту роль, когда люди принимали решение и пришли на выбор. Потому что в этом году, как мы поняли от того, когда мы наблюдали за выборами, пообщавшись с людьми, которые, собственно, на этих избирательных участках и были, они говорили, что достаточно много людей, то есть, приходят, пришли к избирательным урнам. И это показатель того, что люди хотят голосовать. И тот процент, который набрал Сергей Семенович, я думаю, это показатель того, насколько ему доверяют москвичи. Ваше мнение, Станислав, относительно того, что происходило в Москве, как осуществлялись сама избирательная, проходили выборы, и насколько это ощутимо было, что для москвичей это важно? Ну, если говорить о самих выборах, то действительно атмосфера, которая царила в Москве, говорила сама за себя. Люди действительно видят, что Москва преобразилась. Для меня, как для кишиневца, которому очень не хватает то, что я сейчас скажу, очевидно, что москвичи в первую очередь ощущают то, что у них появился, в городе появился настоящий хозяин. Хозяин в том смысле, что все, что как бы не делается, оно преображает Москву в лучшую сторону, и появилась какая-то системность. Кроме этого, одна из главных вещей, которая, мне кажется, видна, вот каждый раз, когда мы ездим в составе разных делегаций из года в год в Москву, Москва действительно стала намного удобнее, чем она была, как бы для жителей и для туристов, чем она была 5-6-7 лет назад. И это одно из главных направлений, которые продвигал Собянин, который в том числе и в этот раз в этом году на урбанистическом форуме прямо-таки заявил, что вот мы все говорим и любим повторять, что я люблю тебя, Москва. А каким образом Москва любит в ответ? Что она делает? И вот одна из его задач, которую он поставил перед собой во время своего предыдущего мандата, и который он продолжит, это сделать Москву удобнее для людей, ближе к горожанам, услуги, которые представляют московские власти и через бюджетные организации, школы, больницы, поликлиники, госуслуги удобными, простыми и соответствующими самым последним чаянием и требованиям сегодняшнего дня и тем аналогичным услугам, которые представляются в самых развитых мегаполисах мира. И третий момент, вот кроме первых двух хозяина и удобства, на мой взгляд, Москва преобразилась в плане туризма, в плане бренда. Понятно, что Москва всегда была локомотивом в России с точки зрения привлечения туристов, но вот последние события, в том числе чемпионат мира, я думаю, многие согласятся, это они поставили Москву еще на более высокий уровень и приблизили к этой внегласной гонке крупных мировых мегаполисов за туристический поток, за привлекательность, в том числе и для инвестиций. И действительно, с точки зрения туризма, огромное количество фестивалей, огромное количество различных вещей, которые привлекают туристов со всей планеты. То, чего в том числе не хватает и Тишиневу, потому что нам действительно хотелось бы, что нам в город приезжали много туристов. Это деньги, это привлечение иностранцев, которые могут и привлекать инвестиции в бизнес. У нас этого нету, потому что, к сожалению, у нас нет ни первого, ни второго. То, о чем мы говорили, нет в городе ни хозяина, и город неудобен ни для туристов, и тем более для кишиневцев. Вот это главные, мне кажется, вещи, которые были, легли в основу того, чтобы москвичи столь массово проголосовали за Савиалина. Если вернуться к той причине, по которой вы были в Москве, хотелось бы поговорить об этом. В чем особенность выборов, за которыми вы наблюдали? Есть ли какие-то принципиальные отличия, либо наоборот, какие-то особенности, которые обратили на себя внимание в ходе процесса волеизъявления москвичей? Какие-то технологии, возможно, какие-то приемы, возможно, то, что помогает избирательному процессу быть максимально транспарентным, чистым? Ну, в России вообще технологии выборные, как бы, с точки зрения транспарентности, они, с одной стороны, улучшаются. Некоторые говорят, что вот выборы по-разному проходят в разные выборные периоды, то есть электоральные циклы, выборы президента, выборы в Госдуму и местные выборы. Ну, в этот раз, как обычно, все участки были оснащены видеокамерами. Для Москвы было новшество введено, которое нам показали. Это открытие участков экстратерриториальных, то есть для тех людей, которые во время выборов находятся за пределами Москвы, на своих дачах в основном. Более 125 тысяч человек записались, зарегистрировались, и, в принципе, в этих участках явка была больше, чем средняя по Москве. Они полностью оборудованы, мы были на одном из таких участков. Значит, он такой же практически участок, как и в любом районе Москвы. Это удобство для дачников, да? Это удобство для москвичей, которые выезжают массово за пределы Москвы, потому что хорошая погода была. Ну, это последние, грубо говоря, последние теплые выходные, когда люди могут выезжать на дачу. Дача, это не как у нас в Кишневе, что ты ехал 10 километров, а то иногда и 5 от Кишнева, и это там дача. То есть мы, например, ехали прям хорошо до... Больше 100 километров. Для Москвы 100 километров, по-моему, это это рядом считается. Да, и это Московская область. То есть вы понимаете, что таких участков открылось огромное количество, и людям, ну, то есть, когда они уезжают в пятницу, например, вечером из Москвы, и возвращаются в понедельник, в воскресенье поздно ночью. Ну, и когда им голосовать? Ради этого терять, грубо говоря, день и ехать в Москву, для того, чтобы проголосовать, и стоять в пробках, навряд ли кто-то будет. А так пошли им навстречу. И это очень, ну, то есть, на мой взгляд, очень правильная вещь, потому что мы сами своим глазом видели, когда люди там выходят со своих дачных участков, с домов, идут всей семьей, подходят прям к такому там специально сделанному вагончику, где избирательный участок. Они там смотрят, читают, за кого голосовать, проходят и голосуешь. Ну, вот вторая вещь, которая нам понравилась, наверное, более интересна кишиневцам, это, она использовалась, в принципе, и на других мероприятиях. Это вот система волонтерства, которая использовалась разными штабами, в том числе, с штабом Сергея Семеновича Собянина. Я почему это говорю, потому что нам рассказывали, значит, у Собянина в штабе было, работало более 13 тысяч волонтеров. Бесплатно. То есть, их мотивация, система мотивации там очень интересная, там у них разные, разные этапы, уровни. Но самое главное, что вот говорили нам руководители штаба, с которыми мы провели там несколько часов, они рассказывали, как это все работает. Они говорят, что многие люди пришли работать в штаб волонтерами по одной простой причине, они хотят нести свой вклад как бы в развитие города, и этим самым они хотят сказать спасибо за то, что было сделано. Они хотят быть сопричастными к этой истории, и они хотят, они гордятся тем, что они помогают, как они считают, развивать Москву. Вот то, мне кажется, чего не очень-то хватает, наверное, нам, кишиневцам. Конечно, винить кишиневцев за это нельзя, потому что многие кишиневцы, к сожалению, разочаровались, как в кишиневских властях, и по делам, потому что, действительно, за 10 лет не за что, мало на что есть гордиться, учитывая, что с гордым сделал Дарин Киртуако. Но я очень надеюсь, что со временем все-таки подобное движение волонтерское и в целом понятие гражданской ответственности, гражданского сопричастия, гражданское участие кишиневцев к выборному процессу и в целом во взаимодействии с властями это у нас приживется. Многие вещи мы на уровне фракции и в муниципальном совете уже несколько лет продвигаем. Это вот и система петиции, когда люди могут общаться с нашими муниципальными советниками, депутатами. Это дичи ДМД вылетело из головы. Мы их планируем. Дичи ДМД. Все втроем пытаемся Это очень важная вещь, почему? Потому что мы получаем десятки, сотни предложений, которые просто мы собираем, группируем и самые интересные мы выносим, бюджетируем в город и потом они воплощаются в качестве проектов. Это один из способов, одни из способов, в которые мы продвигаем гражданское участие, чтобы кишиневцы тоже участвовали в развитии своего города. Гражданский бюджет второй год уже идет. В прошлом году миллион леев без бюджета, сейчас уже 3 миллиона. В Москве тоже огромная система. Это в том числе и Собянин, в принципе, развивал активный гражданин. То есть там более миллиона, по-моему, миллион 200 тысяч обращений. Там огромная цифра. Там практически все на местном уровне решаются через вот такие электронные системы, голосование. То есть там уже работает это все отлично. Поэтому вот этот опыт, я думаю, для кишиневцев будет очень полезен. Мы постараемся его как можно широко внедрить как в электронном цикле на будущих выборах, так и вообще в повседневной жизни. Потому что волонтерская работа, работа кишиневцев, которые хотят несколько часов в неделю и в месяц отдать своему городу, она должна поощряться. и люди должны иметь возможность сказать своему городу спасибо за те услуги, за то, что он представляет. Я надеюсь, что со временем, когда мы сможем в конце концов все-таки разобраться с мэрскими выборами и одержать на них победу, мы сможем преобразить город настолько, чтобы кишиневцы могли ему действительно уделять несколько часов в неделю еженедельно говорить спасибо через свое волонтерство. Ну, продолжая тему волонтерства, тут на самом деле мне кажется, что в ближайшее время, ну, то есть какие-то ближайшие несколько месяцев тяжело говорить о том, что у нас все люди ринутся и будут волонтерить. Есть процент людей, которые волонтерят, они большие молодцы, и мы также тоже в этом участвовали, и есть люди, которые убирают, например, ходят, ну, то есть они делают что-то не только для города, они делают это для экологии в целом. Есть люди, которые помогают. Я знаю, есть проект, который называется День добрых дел, когда все собираются в одном, ну, то есть в одной точке, и потом они, ну, то есть что-то делают, применяют, грубо говоря, свои там руки, не знаю, голову и другие части тела для того, чтобы помочь кому-то. Мне кажется, что тут должно быть, по крайней мере, то, что мы видели, и волонтерство не должно иметь какой-то политический окрас. То есть то, что мы видели в штабе Собянина, там не было абсолютной историей, что, ну, то есть тебя там одевали во все, где написано... Портивная символика. и там, я Собянин, или не знаю, что это, просто были ребята обычные, которые ходили в таких же вещах, ну, то есть, как и другие, повседневные одежды. Просто они там делали какие-то вещи, которые действительно были там полезны штабу, например, не знаю, они проводили какие-то опросы, они там, не знаю, выполняли какие-то задания, которые опять же там какие-то бумаги, может быть, бюрократические штуки. То есть они делали кучу интересных вещей, и самое важное, они получали от этого удовольствие. То есть это не работа, и мы общались сами с волонтерами, и они, более того, в России существует волонтерское движение, у них есть у каждого, там, почти у каждого школьника и студента волонтерские книжки. И когда ребята сейчас были волонтерами в команде Собянина, им в эти книжки ничего не заполняли. То есть это, грубо говоря, они не делали это ради там какого-то стажа волонтерского, они делали, потому что они это хотели. И, ну, то есть это, на самом деле, это очень, это поколение другое людей, это ментальное другое восприятие того, что происходит рядом с тобой, вокруг тебя в городе. И именно поэтому тут очень многие события должны сложиться так, чтобы люди начали что-то делать вместе. Они должны понять, что если, например, говорить там про Кишинев, то необязательно сидеть во дворе и сетовать на то, что у тебя там, не знаю, у тебя очень плохой двор, у тебя очень грязный двор, никто не хочет приходить убирать его. Параллельно ты сам там мусоришь. Может быть, стоит там, если вы видите, что у нас власть какая-то была, которая ничего не интересовала команду Киртуака и советников остальных, которым не было интересно, не было никакого дела до этого. Так, может быть, вы сами соберетесь и что-то сделаете. Вы же в этом живете. Вот в этом проблема. Люди ментально еще, то есть я никого не обвиняю, что правильно понимали меня. Я просто говорю о том, что ментально, на мой взгляд, общество еще не готово к тому, чтобы взяться там всем в какой-то раз и пойти там чего-то сделать, не знаю, например, почистить речку бык. Нет, людям это не интересно, к сожалению. Надеюсь, что поддерживаю то, что сказал Стас, что в ближайшем будущем, каких-то ближайших полгода, может быть год, это начнет осуществляться и людям будет это интересно и они будут понимать, что они это делают не только для себя, но и для своих детей и для города. Ну, раз вы уже заговорили о том, что об изменениях в Москве, давайте поговорим вот о чем. День выборов, мы совпали с днем города Москва. И вот как он проходил, на ваш взгляд, какая есть особенность у этого праздника в Дне города? Я понимаю, что такое День города, ну, нашей столицы, например, День города Кишинева. Это традиционное угощение, что там, мы ищем шашлыки, карлице, иное пиво. Кишиневский день, ну, то есть День города, храм города Кишинева, это последние года, наверное, последние лет пять, вот я буду честным, это вот правда праздник со слезами на глазах. Ты выходишь в город и ты понимаешь, что ничего не меняется и люди не хотят ничего менять. Я говорю сейчас не про тех, кто там отдыхает, кто приходит, выходит в город, а про тех людей, которые там сидят в управлении культурой, например. И ничего, просто то же самое, нагоняют кучу непонятных или понятных людей, которые продают вино, шашлыки, какие-то карнацеи и плацинты, перекрывают Штефана, коптят дым, так, что можно видеть, в принципе, с Чекан, где поставили там шашлычники свои точки. Это все смешивается с каким-то жутким запахом, вот это все становится, потому что перемешивается много запахов и ты идешь и не понимаешь, то есть программы культурной как таковой нет. Есть еда, есть алкоголь, есть какие-то украшения, которые, видимо, снимают с елки, которые остались до этого с Нового года и вешивают, перекрашивают в другой цвет. И какая-то культурная программа, где приходят, выступают, я не знаю, наверное, сами... Ну, традиционное музыкальное сопровождение от управления культурой премарией. Вот как-то так. И когда мы просто проходили по Тверской, это одна из самых, скажем так, оживленных улиц центра Москвы, которая ведет к Кремлю. Которая впервые была перекрыта полностью. Ну, то есть для Дня города, да. Так ее перекрывали и на 9 мая для парадов. Но ты идешь по улице и ты понимаешь, что просто есть очень много точек, очень много разных локаций. В одной из них просто танцуют балерины Большого театра. Ну, вот ты проходишь и они просто танцуют для людей. Люди встали кругом и они показывают какие-то там, ну, то есть какое-то идет представление. мини-спектакль. И оказывается, можно смотреть балет, не попивая, например, вино. И там нет шашлыка. Ну, я не представляю, когда смотрим, набегаясь за балетом в это время вино, не пить вино. Да, на празднике нет вина, представляете, нет шашлыков. То есть как, есть только мороженое, там каких-то для деток какие-то там сладости, какие-то, может быть, пироженки. И то это не такое, ну, то есть там не что ты можешь, чем ты можешь измазать другого человека, когда ты стоишь там, не знаю, поесть в любой кафе, которое есть рядом, как же, как и у нас в Пишеневе. Есть была точка, где выступали начинающие музыканты, им целую площадку отдали, и они, то есть там, группы менялись. И это ничего не стоит. То есть стоит поставить сцену, которую вы все равно поставите, пригласить молодых музыкантов, которым нужна эта площадка, и вы сделаете много крутых, добрых дел одновременно. Я говорю с точки зрения примари, вы даете площадку для молодых музыкантов, которые могут услышать другие люди, которые услышат другие люди. И они получают удовольствие. Молодые ребята могут заявить о себе. И они заявляют о себе на большой, грубо говоря, сцене перед всем городом, когда приходят люди, послушают музыку. Музыка бывает разная. Кому-то нравится, кому-то нет. Ну, то есть, это нормально. Были мимы, были точки, где детки игрались в каких-то там, не знаю, управляли. Знаете, есть была игра, там кидал монетку и вот так опускалась штука, и ты там должен был поднять игрушку, вытащить. Вот вы представляете? Управление лапа, которая должна вытащить. Четыре крана. Крана, рост там, не знаю, наверное, со мной не высотой, там 2-2,5 метра кран. Ребенок садится и он этими рычагами управляет. Он вытаскивает себе там какие-то шарики, какие-то там подарки. Ну, для деток это вообще, то есть, ничего не надо больше. Вот просто это. И никто не ломает. Опять же, нет никаких, потому что нет алкоголя, нет пьяных людей, соответственно, стоит. Нет вандалов. То есть, для того, чтобы туда пройти, ты проходил пункт досмотра. Это нормально с точки зрения безопасности, чтобы ты, не дай бог, не пронес какое-то стекло, чтобы ты, ну, то есть, ты заходишь и ты чувствуешь себя комфортно там. Ты понимаешь, что не появится никакой-то сейчас неадекватный человек, который, не знаю, там разобьет об твою голову бутылку, тебя ничем не обольют, с тобой там, не знаю, никто не перевернут на тебя какой-то гротар с шашлыком, например. Ну, то есть, все сделано, чтобы люди получали удовольствие, эстетическое, духовное, но, правда, мы там видели Жириновского, но это не к вопросу. Ну, я надеюсь, это не к вопросу удовольствия, да. Не адекватного человека. Ну, слушайте, тут как бы было много всяких историй, много всяких локаций. Это было только Тверская, а так в каждом районе города, где, ну, то есть, мы там посетили, понятное дело, не все не катались, у нас не было променада по городу, но в тех районах, в которых мы были, в которых мы ездили с ребятами, то есть, которые наши коллеги показывали, там, штабы и так далее, где мы общались с ними, и на встречах, мы посетили несколько районов и увидели, ну, то есть, это правда очень, для молодежи была своя точка, был парк Горького и музеон, где проходили бои на шпагах, то есть, устраивали прям ряженные, средневековые бои, но это, это правда красиво, и опять же говорю, то есть, и для детей, и для молодежи, и для людей третьего возраста, был там скейт-парк, соорудили, для экстремальных видов спорта, там накатались, то есть, они охватили максимально все, что они могут охватить, но больше всего, конечно, дети, и это самое, понимаете, это самое обидное, вот когда мы там ходили, и да не только в день города, мы ходили по обычным дворам, смотрели, в каждом дворе есть комплекс, спортивная площадка, причем, детская площадка, спортивная площадка, и эти, воркаут, фитнес, практически в каждом есть, и самое главное, что в одном дворе один вид площадки детской, а в другом, ты другой, то есть, нет однотиповых. Ну, то есть, специально для того, чтобы, если ты там, тебе устал играть, грубо говоря, там, мама с ребенком, локацию поменял, и все, ребенок для него что-то новое, он по-другой, другое занимается. Это просто вспоминая, что в Кишиневе, то есть, мы сейчас, у нас есть программа, да, то есть, мы больше двухсот дворов, дворов, мы делаем детские площадки, мы выделили бюджет, мы собирались с людьми, наши фракции, наши советники, депутаты, собирали у людей подписи, сейчас мы эту программу внедряем, там, 3-4 площадки в неделю. Да, понятно, что власти пытаются это присылать себе, там на холдинге, на других каналах, там, выходит, говорят, что вот примария делает, примария не то, что делает, а примария исполняет бюджет, и направляется эти бюджетные деньги по тем релокациям, которые люди, простые кишиневцы, отдавали нам свои подписи, и как бы просили нас делать, и мы, как бы нам удалось это сделать. Так вот, сравнивая с Москвой, то у нас, у нас не то, что разнообразия нет площадки, у многих дворах просто площадки, либо старые поломаны, либо их вообще нет. Их либо нет, да. На этом останки ржавые торчат опасные для здоровья. И вот правильно, недавно, буквально позавчера, и наш, глава нашей фракции, Иоанн Чабан, он прямо так и написал, что в принципе, если бы захотеть, Кишинев же не такой большой, ну, по сравнению с Москвой. Захотеть за 2-3 года, каждый двор можно благоустроить. В каждом дворе может быть площадка, и воркаут, площадка для, там, турники, для молодежи, для скамейки. Скамейки, да. Вот сейчас мы делаем еще один проект по скамейкам, если кто не знает. У нас скоро в Кишиневе появится 600 новых скамейок. Это еще один проект, который фракция социалистов предложила. Где планируется остановить? Ой, по всему городу. Тут мы, извините, что перебил, правда, сначала про площадки, а потом про скамейки. Самая, на мой взгляд, важная история с площадками, которая, то, что Стас о ней сказал, что мы не брали просто карту, как это обычно бывало, так, здесь за нас голосуют много, поставим здесь площадку. Здесь либералы. Мы когда ходили, общались, когда была выборная компания, мы ходили с людьми, общались, видели все эти дворы. Мы прошли, например, я прикреплен к ботанике, и я пошел к ботанику практически два раза. Ну, то есть, не практически, два раза. И почти все дворы. И ты видишь глазами, что тут, например, там есть площадка, потому что люди сами скинулись, они устали ждать от властей чего-либо, они сами скинулись, сами сделали. Там где-то не хватает, ну, там чего-то как-то покрасили, оно выглядит опрятно, но старое. Где-то вообще, как Стас сказал, нет. И мы вот проходили, собирали у людей подписи, брали какие-то там петиции, написали, поставьте, там у нас там 7 домов во дворе, куча детей, им негде играть. Мы выходили на место, общались с людьми, спрашивали, что надо, как надо. И уже в зависимости от того, насколько большой двор, опять же, у нас же не однотипные, а однотипные везде площадки, они там меняются с точки зрения того, насколько большой двор. И самая прекрасная, на мой взгляд, в этом история, что помимо того, что мы вместе с жителями, ну, то есть рабочие устанавливают эти площадки, но мы выходим на место вместе с жителями, с нашими ребятами, с нашими активистами, с людьми, которые живут в этих домах, и мы стараемся еще что-то облагородить, ну, то есть что-то в этом, в этом дворе еще что-то сделать. Например, не знаю, там, ну, какая-то стоит беседка, она не красилась там уже, не знаю, 10 лет. Я не называл бы это ремонтом, то есть это так просто, это называется облагородить. Вот я вспомнил одну историю, буквально за неделю до отъезда мы были в одном из дворов, где открыли площадку, ко мне подошла одна женщина, и она сказала, очень простую, она говорит, вы знаете, я вот последние, сколько там, 5-6 лет, мы вот в наш дом несколько раз писали в примарию, и в муниципальный совет, и примар, два раза писали. Ноль эмоций, вообще ничего. Вот сейчас, когда недавно, да, пришли, вот выезд, там ваши пришли социалисты, писать мы уже, уже многие из этих сказали, вот так уже, никто ничего не верит. Ну, уже ладно, вот вы пришли, на, возьмите подпись. Когда мы видели, что они строятся, они говорят, ну вот, блин, ну вот, просто люди настолько уже разочаровались в местных властях, как и в центральных, что, вот одна из вещей, которая, мы надеемся, что это будет меняться, что все-таки люди могут поверить, что все-таки есть еще политики, которые, ну, постараются сдерживать свое слово. Прямо программа по укреплению мир доверия. Ну, тут же не надо много. То, что сказал, вот, Иван Васильевич Чабан о том, что два-три года надо, чтобы этот город привести в порядок и благородить его. Ну, то есть, здесь правда, так посмотреть, ну, то есть, вот, сесть и адекватно оценить масштаб той, скажем так, трагедии, которая сейчас происходит с Кишиневым. Не так много надо. Человеку, что нужно? Чтобы было, во-первых, чисто, во-вторых, чтобы был, по крайней мере, нормальный тротуар, чтобы было, где ходить, где гулять. У нас прекрасные парки. Вы просто посмотрите. Ну, то есть, мы не понимаем, потому что не с чем сравнивать. Люди, например, даже в той же России, в Москве, там искусственно засаживают эти парки, чтобы они там, было создавать не то, что иллюзию, просто они засаживают их и создают парки. У нас парки уже сколько лет существуют сами по себе, потому что за ними, в принципе, не ухаживают. У нас есть где гулять, у нас прекрасно есть Долина Росса, у нас прекрасно есть Лайзворн на Скулянке, у нас есть Комсомольское озеро, куча всего. На Рыжкановке какие красивые парки. Но за этим надо следить. И в каждом из этих парков надо создавать ту инфраструктуру, чтобы человеку было там приятно находиться, чтобы он мог идти и гулять. И тогда, ну, то есть, элементарно начать с тех же, то что мы искали, с тех же скамеек, с площадок не только игровых для детей, а для молодежи. то есть, вот, например, даже у меня во дворе нет площадки для воркаута. И, на мой взгляд, у нас живет, то есть, определенное количество там молодежи. И это хорошо, когда молодежь выходит, там, не знаю, из турники, брусья. Я помню в детстве, что мы выходили на брусья. Просто, от нечего делать, висели на этих турниках, пытались подтягиваться, что-то пытались на этих брусьях что-то делать, приходили, играли. то есть, какое-то развитие, оно все равно происходило в спортивном плане, и тем более сейчас это же модно. Вот занятия. Я думаю, что мы опять возвращаемся, вот мы говорим об этих проблемах, мы возвращаемся к самому главному. В Кишиневе нет хозяина. И самое обидное, знаете, что вот прошло с момента выборов, сколько уже, три месяца, три с половиной, четыре месяца. Ну, как бы, якобы победил господин Анастасин. Я, честно говоря, не помню, что вот за эти четыре месяца вот он что-то вообще про Кишинев сказал. Это человек, который как бы набрал больше, ну, как бы он, я так и набрал больше, да, всех голосов. Я тебе больше этого скажу. Он сказал, что я буду рядом с Кишиневым, буду рядом с кишиневцами. Помните, вот, на Сусарь выходил двадцать пять папок по незаконному строительству. Где? Мы уже вот три месяца ждем, чтобы хоть кто-то начал. То есть, очень обидно, что люди отдают голоса тем, которым все равно на этих голосах. Вот мы, да, вот Иван Васильевич Чебанов формально проиграл. Но вот за эти три месяца мы провели, мы внедрили целый ряд социальных программ, социальных программ, да, социальных. Начиная от помощи учителями, ученикам, да, единобременной помощи финансовой, и учителям, и ученикам, и работникам детских садов, и социально уязвимым семьям, молодым специалистам. И что самое важное, мы находимся в оппозиции. Мы находимся в оппозиции. Нам удается добывать эти деньги из бюджета и протаскивать через это, через обсуждение и протаскивать через муниципальный совет решение, находясь в оппозиции. Потому что, если мы этого не сделаем, эти сотни тысяч, миллионы лев уйдут на какие-то дороги куда-то там в управление или куда-то, и они пропадут, их украдут. Мы стараемся делать их специально, направить как бы в бюджеты со специальным назначением, чтобы, вот если написано, что эти деньги должны дойти так вот, социальные проекты, проекты по благоустройству, те же самые площадки, спортивные сооружения, скамейки. Нам это удалось сделать летом, в неполитический сезон, когда все спят, грубо говоря, находясь в оппозиции и проиграв формально выборы. С другой стороны, есть человек, который набрал больше нас формально. Как бы, как бы, говорит, я избранный мэр, везде кричит, ходит по Европе на протестах, я избранный мэр. Но ни слова о Кишиневе, о проблемах Кишинева, как не было до выборов, так и не было после выборов. Получается, что такое впечатление создается, что господин Анастасий и Майя Санда это политики одного дня, политики буквально предвыборной кампании, одного протеста. Феномен, ведь смотрите, почему-то кишиневцу удается выбирать не того человека, который бы развивал город, а получается, каждый раз выбирает своего гробовщика, то есть человек, который, в общем-то, делает все возможное для того, чтобы город перестал развиваться, город перестал понимать, что он является городом, муниципием, а не просто каким-то населенным пунктом. Проблема в другом, проблема в том, что до сих пор, то есть хотим мы это или не хотим, люди, ну то есть по понятным причинам, потому что политики в наше время очень много, на мой взгляд, среди людей, то есть люди даже в муниципальном совете, некоторые советники продолжают заниматься политическими, какими-то, то есть муниципальный совет, чтобы было понятно, вообще примария, это не место политических дебатов, туда люди приходят реализовывать проекты, которые улучшают город, ты, понятное дело, приходишь от какой-то партии, с каким-то своим направлением деятельности, но это не площадка политических заявлений, а у нас это все превращается в какой-то вообще, то есть какой-то непрерывный цирк, который происходит иногда, ну то есть у нас есть наши чудесные либеральные фракции, которые каждое заседание это шоу для них, потому что они голосуют за земельные вопросы, в принципе их больше ничего не интересует, и человек, когда смотрит на это, понятное дело, он продолжает ходить на выборы местные и выбирать по геополитическим соображениям, то есть там не знаю, общество делит на свой и чужой, да, там не знаю, на левых и правых, хотя не всегда левые это левые, а правые это правые, то есть не важно, то есть люди как-то вот делают, делают черное и белое себе, и почему они это делают, потому что кто-то кричит, даже если проанализировать, мы то есть с коллегами общались и обсуждали компанию Настаси, посмотрите, что он говорил про город, что конкретно, у него не было, у него было в голове, в голове, в его речах бином, кражи, там не знаю, еще что-то у него, ну то есть про город, его спрашивали, подожди, хорошо, политика отличная, все прекрасно, Россия, Евросоюз, Украина, Румыния, не важно, для города ты что хочешь делать, что ты сделаешь для города, так ничего, он же не хозяйственник, ну грубо, человеку, вот как Станислав правильно сказал, этому городу нужен хозяин, который будет им управлять, пока у нас в городе, как и дома, пока дома не появится хозяин, у тебя дома непонятно что будет, тебя будет сквозить из окна, у тебя будут щели, у тебя будет все скрипеть, и ты будешь в одном месте красить, а в другом будет отклеиваться. И вот здесь очень интересная параллель, обвозвращаясь к Москве, с того, чего мы начали. У меня как раз тоже самое возникло, что мы в каком-то средневековье, по сравнению. Это очень важная вещь, которую Никита сказал по поводу управлять. Сергей Семенович Собянин, по крайней мере, на данный момент времени, ни в одном своем заявлении, ни в одном своем действии, ни на секунду, не заявил о своих политических амбициях. Хотя многие после этой победы начали говорить и пророчат ему как минимум либо премьерское будущее, либо может быть после 2024 года даже президентское. Но Собянин позиционирует себя и держит эту роль как исключительный хозяйственник и менеджер. Ему все равно партия, ему все равно политика. У него есть фронт работы, у него есть горожане, которым нужно сделать для которых нужно сделать город удобным. Даже посмотрите, он не особо медийная личность, если так посудить, среди российских политиков, если мы говорим о российских политиках. Он не особо медийный персонаж. То есть он делает ту работу, которая должна быть сделана. То есть он выходит, не знаю, в какие-то передачи, какие-то интервью, которые я смотрел, там пресс-конференции, когда там, не знаю, сдали очередную станцию метро. Он выходит там с префектом округа, где эту станцию сдали, они перерезают торжественную ленточку, говорят о чем-то, ну то есть рассказывают, что это за станция метро, куда она будет, и куда дальше продолжается. Все. Нет никаких лозунгов о том, что за кого голосовать на выборы, почему тот хороший, тот плохой. Нет. Человек должен работать и делать свою работу. А вы вспомните любой выход Дорины Киртока? Первый вопрос по поводу самого твоего выхода, связанный с городом, и значит начинаются вопросы. А что вы думаете, что сделал Филат, что сделал Плохотнюк, а что будет ГИМПу делать, а что ваша партия? То есть получается, что он, то же самое мы получили бы, если бы Анастасия все-таки вошел в должность. Я 99% даю руку на течение, что каждую пресс-конференцию Анастасия или каждый свой выход, половину говорил бы о городе, это ее меньше, а остальное говорил бы о том, что как он будет бороться, когда придет в власти в парламенте. И это вот большая, как говорят в Одессе, большая разница между Кишиневым и Москвой. С точки зрения управления и что сейчас происходит в Кишиневе, в Москве, с точки зрения политизации общества. Ну вот чтобы сменилось восприятие этого процесса, выборы, городоначальника, что должно произойти? Смениться поколение, должна поменяться ментальность, нужно понимать, ну не знаю, как-то объяснить. Вот я почему спросил, ведь я наблюдал за беседами ваших коллег в дворах с жителями домов, где будет, рядом с которыми будут эти детские площадки. Часто наблюдал, допустим, такую реплику, выбегала женщина, говорит, ну что опять придут, что-то не обещают, уйдут, вы что не видите, кто это? Вот мы голосуем, голосуем, ничего не меняется. Встой вопрос задаю, за кого голосовали? С тех и спросите, кто ничего не сделал. Но тем не менее, все равно происходит какое-то, ну какая-то, я же говорю, вот понимание, то есть опускание до уровня средневековья. Шельмуем, ведьма, пугаем, танки, не знаю, что еще там, какие еще могут быть технологии вербального характера для того, чтобы напугать избирателя и не прийти, или прийти, но проголосовать совершенно вопреки самому собственному будущему. Ну, тут смотрите, опять же, мы возвращаемся к вопросу и к разговору о том, за кого люди голосуют и почему они голосуют. Кто-то берет тем, что он выходит и рассказывает там, не знаю, какие-то популярные лозунги, говорит одно и то же, и выходит там, не знаю, в какие-то лайвы и рассказывает о том, что, куря при этом сигарету, рассказывает о том, как надо все менять, и он все знает. Это история про таксистов и парикмахеров. Вот это прям туда. Кто-то смотрит на, не знаю, европейский, общемировой какой-то опыт и пытается применить его у нас, но делает это, мягко говоря, неправильно. Это история про ковер за несколько миллионов лет. Ну, это чисто воды популизм. И хотелось бы до сих пор посмотреть, так и непонятно, где цветы. Куда этот ковер разнесли? Куда ковер, да, занесли, видимо, скрутили, оставили в углу на следующий год. И есть люди, которые, ну, то есть, мы говорим сейчас за себя. Мы, у нас во фракции немножко другой и вообще, в принципе, и в партии немножко другое направление, в принципе, и восприятие работы, как она должна была быть сделана. Мы идем, и делаем. Вот то, что сказал Стас. Мы летом это делали, ну, то есть, не потому, что мы вот хотели, чтобы все там про нас говорили, не знаю, как это, когда выходила, не знаю, Майя Санду, Андрей Настаси, журнал там просто нон-стоп снимал, просто лайвы давал, не прекращаясь. Мы общаемся с людьми, мы узнаем, что им сейчас нужно, в чем они нуждаются, и объясняем им, что действительно там, как опять же, возвращаясь к этим площадкам. У нас есть возможность сделать это вместе с вами. У нас есть на это бюджет в Примарии, который должен был уже давно реализовываться на это, но просто никто не делал. Вот мы решили взяться, давайте сделаем это вместе. Люди говорят, давайте. Это то же самое про то, что вы ничего не делаете. Но потом проходит какое-то время, и у них во дворе появляется площадка. И мы с ними приходим, ну, то есть, и разговариваем, что, ну, то есть, мы обещали, мы сделали, мы дали слово. Мы не бросаем слова на ветер, мы не рассказываем о том, что завтра появится, а не появилось, ну, бывает, что не появилось. Это случилось. Да, мы беремся за какие-то проекты, в которых мы действительно видим целесообразность, мы видим, что эти проекты будут полезны для города, мы видим, в чем этот проект повлияет на развитие города и нашего общества в целом. То есть, есть у нас разные, есть проекты, которые быстро реализовываются, площадки, скамейки, есть проекты, которые долго реализовываются, в силу определенного ряда причин, там, электронный билет и так далее, это все эти, все истории. Не готово пока еще ни управление, ни общество, потому что, как всегда, в любой хорошей истории люди не хотят расставаться с деньгами, когда они привыкли их получать. Ничего, будем, будем ломать эту систему. Мотивировать, в конце концов. не надо никого мотивировать, надо просто ломать эту систему, потому что она настолько прогнившая, это к вопросу о выборах, и почему не работает система. Не потому, что люди плохие, там очень много профессионалов на самом деле работает в муниципальных предприятиях, это правда, но сама система, и вот начальники, которые были, и то, что происходит сейчас, и нет опять же хозяина, и каждый пытается, как не знает, знаете, вот как есть, когда шакалы нападают, вот они по кусочку, они же нападают, перегрызают, они по кусочку откусывают, вот так же и происходит и с Кишиневским бюджетом. Если мы не будем следить постоянно за тем, что деньги должны дойти, из бюджета до каждой, вот не знаю, там няни, которые мы выделили социальную помощь, для того, чтобы они немного почувствовали себя нормально, потому что работает нянечка в детском саду и получает 1200 лей в месяц, на мой взгляд, это, мягко говоря, неправильно. Это, мягко говоря. Это мы доверяем будущему, и это либералы еще не хотели голосовать за этот законопроект, потому что не считали, что это популизм. Я думаю, вообще, если говорить о выборах и о том, что должно произойти, чтобы ситуация изменилась, нужно сделать две вещи, самое главное. Первое, это нужно все-таки вернуть людям надежду, потому что очень многие люди уже не верят, что что-то может произойти, они разочарованы в этих девяти годах правления бесконечных евроинтеграторов, евроунионистов, которые привело к обнищанию, краже миллиарда, к тому, к чему мы сегодня пришли. Они разочарованы в том, как та часть, которая не поддерживает их, к примеру, голосовала за Киртуака несколько раз и во что приводился наш город, и поэтому вследствие этого они не приходят на выборы. И в том числе мы видели из-за явки, в том числе и на выборах, вот сейчас выборов примара, что Ивану Чубану и он Чубану не хватило чуть-чуть голосов, чтобы одержать победу. Поэтому первое, это вернуть людям надежду, и вот все, что мы делаем, это мы стараемся ежедневно нашими действиями показать людям, что есть политики, которые есть политические силы, которые стараются одержать слово. В непростых условиях, не всегда все получается, но по крайней мере мы что-то постоянно делаем, мы постоянно не стоим на месте. Это первое. Второе, это как следствие того, следствие того, что мы постараемся вернуть людям надежду, это безусловно сделать все возможное, чтобы на выборы люди выходили как можно большим числом. те люди, которые хотят изменений, чтобы они не сидели дома, чтобы они раз в году, когда вот приходит этот день, не поехали на шашлыки, а именно пошли на избирательный участок. Я почему это говорю? Я уверен, что среди наших зрителей очень мало людей, которые наверняка голосовали за Анастасию. Большинство либо голосовали за Иона Чубана, либо остались дома. И вот именно к тем людям, которые остались дома на выборах, я хотел бы обратиться и все-таки сказать, что от каждого из нас, многие считают, что я не пойду, ну один плюс-минус один. А вот когда плюс-минус один собирается вот в эти несколько сотен, несколько тысяч голосов, все, и это уже может поменять полностью ситуацию. И поэтому мы с нашей стороны делаем все, и мы будем показывать, что даже вот в этой ситуации, когда у нас нету власти, когда мы из оппозиции, борясь через, через споры, через ссоры, через скандалы мы пытаемся добиваться справедливости. Но вот если мы все-таки сможем одержать победу на морских выборах и в том числе на парламентских выборах, то у нас будут совсем другие возможности. И на все это нападет намного быстрее. Мы сможем через год-два полностью кардинально изменить ситуацию в городе. И это зависит от каждого человека, чтобы, то есть каждый должен понимать, что выборы, надо участвовать в выборах. Нельзя бойкотировать. Это самое страшное, что может произойти в демократии. Потому что, когда ты бойкотируешь, обычно те люди, которым этот бардак очень выгоден, им это хорошо, что ничего не меняется. Получается, большинство не пришло на выборы, делегируют свое будущее. Любое изменение к лучшему, это всегда какой-то толчок, рывок через какие-то кардинальные вещи. Кардинальная вещь, это вот на прошлый раз прошлые выборы ты проигнорировал, ты увидел, до чего это довело, в следующий раз ты пойдешь и проголосуешь за тех, которые все эти годы что-то пытаются делать. Ну вот как-то так. Я думаю, это не сложно. Все это актуально, все, что было сказано сейчас в эти минуты, еще и потому, что мы уже вступили в новый политический сезон. Осень, как правило, это время жаркое, активности политической, особенно осень 2018 года, последняя осень для нынешнего состава парламента. После парламентских выборов у нас будут опять и местные выборы, если не ошибаюсь, то есть там череда, то есть избиратель будет очень занят, будет задействован. Главное, чтобы сам избиратель чувствовал в этом необходимость и понимал, что каждый голос действительно имеет значение. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Зрителям наверняка было интересно и услышать опыт, то есть щедро поделились опытом увиденного в столице Российской Федерации. Есть понимание того, что можно использовать в нашей практике, в нашей действительности. Это здорово, потому что все новое, мне кажется, как бы там казалось бы, что мы инертны, мы еще где-то, может быть, в силу какого-то самолюбования своего национального самолюбования. Мы, вот такой гордый, маленький, но очень гордый народ, в общем-то, отстаем от того, что происходит, от мировых процессов. Тем не менее, вот то, что новое может прижиться на почве, в нашей среде, наверняка будет поддержано, потому что сегодня это дает возможность сократиться расстояние между, допустим, чиновником и простым человеком, между законодателем и, опять же, простым человеком. Вот в этой дистанции, как правило, очень много скрыто и потеряно возможностей. Спасибо вам за все. В нашей городской среде. Да, особенно в нашей городской среде. Вы смотрели программу «Городская среда». У нас в гостях были муниципальные советники от партии социалистов Станислав Вартанян и Никита Цурканов. Оставайтесь с нами, мы работаем для вас. Редактор субтитров А.Семкин